здравствуйте дорогие друзья вы на канале диванного кроликовода и сегодня я бы хотела поделиться с вами радостными новостями что же за это время у нас произошло в хозяйстве а произошло у нас то что макарошка пошла на поправку ушка у нее уже не такое раздутая краснота спадает постепенно видите она даже здесь ободрала себя дима так усердно чесала вот если она даст посмотреть видите корочек уже меньше все заживает и это прошло всего лишь три дня так что думаю на седьмой день ушка уже будет полностью здоровым и мы просто проведем профилактику но самая важная новость заключается не здоровье макарошки а в том что одна из клеток у нас переехала а переехала она вот туда вот и по той простой причине что мы наконец-то привезли в свое хозяйство новую большую взрослую мясную девочку вот такая вот красотка девчушка это породы советская шиншилла нашла ее по объявлению в своем же селе правда на другом конце совершенно но ничего села на велосипед поехала и было приятно удивлена хозяйством в котором она жила человек занимается кроликами с мая прошлого года у него уже три породы советская шиншилла серебро и калифорния также у него сидел бельгийский великан но он будет от него избавляться там такой хороший мальчик килограмм на 8 может быть и больше но ему не понравилось так же как и я он сошелся на мнение о том что это совершенно невыгодно уши большие голова большая простить долго а мясо столько же сколько и от более мелких пород включая вот такую вот шиншилку которую мелко явно не назовешь она бедная ютица теперь вот здесь вот в клеточки но ничего не поделать сейчас у нее карантин но все-таки прибыла с другого хозяйства и хотя я видела что там было все чисто безопасно кролики активные все это дело очень и очень было приятно видеть но тем не менее карантин значит карантин как положено по учебникам по словам других кролиководов и так далее здесь она проведет у меня не месяц а 14 дней ну как здесь просто на карантине отдельно от других кроликов после нее стараюсь своих кроликов не трогать кстати говоря все таки мало ли что но вот так вот такие вот новости у нас я безумно рада потому что сейчас из мясных крольчих у меня всего лишь одна карамелька была и то честно говоря что с ней пока что не особо понятно потому что первый раз первую случку она пролетела не принесла никого сейчас вот мы в двадцатых числах ждем от нее потомство но пока никаких признаков того что она беременна не видно как бы гнездо она не строит хотя уже идет четвертый день для постройки гнезда но насчет этого я не сильно переживаю потому что макрошка у меня строит гнездо например за пару часов до окрола поэтому с ней тоже всегда приходится гадать да или нет беременна или не получилось ничего но тем не менее вот чувствуется уже напряжение по поводу карамели что она крольчишка новая взятая тоже из моего села но уже из другого хозяйства и как бы будет очень жалко и обидно что два месяца крольчика жила но толку от нее мы не получили поэтому я рада что я взяла вот тут крольчишку шиншилку она уже рожала приносила крыльчат сейчас вот она будет у меня через 14 дней сводиться с моим абрикосом я думаю в будущем мы заведем ей крола советскую шиншиллу раз она породистая то имеет смысл ей прикупить и мальчика такого же породистого и собственно заниматься кроликами еще и на племя конечно посмотреть как они будут по привесам по характеру по экстерьеру чтобы продавать именно породистых племенных кроликов ну вот такие новости у нас в хозяйстве спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до скорых встреч и